Здравствуйте! Вы смотрите программу «Открытый урок». В этом выпуске расскажем, как проходит летняя оздоровительная кампания. Вспомним, как отзвенели последние звонки в школах Щелковского района. А в рубрике «Личность в образовании» пообщаемся с учителем иностранных языков школы номер 12 Еленой Филиной. Наступило лето, а значит долгожданная пора летних каникул. И хотя начало июня теплой погоды не радовало, это не помешало летнему отдыху школьников. Как всегда, открылись смены в лагерях «Лесная сказка» и «Юнармейц». А любители активного отдыха собрались на традиционный туристический слет. Независимо от того, будет идти дождь или светить яркое солнце, у вас здесь будет хорошее настроение, у вас обязательно появятся новые друзья. Вот я хочу вам пожелать, чтобы это общение было незабываемым, чтобы это лето было самым лучшим. От ваших улыбок появится солнце, от ваших сердец дождутся здесь теплые-теплые отношения. Вы очень хорошо все потрудились в процессе учебного года. Вам в хорошем настроении. Успешного туристического слета. Поздравляю вас с началом летней оздоровительной кампании. Вы потом будете переписываться в социальных сетях, вы потом будете договариваться, чтобы возвращаться сюда еще и еще. Я так говорю о том, что ваша атмосфера дружбы и любви и взаимовыручки, она вас сюда прицеливает. Спасибо вам, что вы здесь и проявили свое мужество. Молодцы, гордимся вами. Летом школьники кто куда. Незменный интерес у ребят вызывает туристический слет. В этом году открытие его состоялось, можно сказать, в экстремальных условиях. Однако разве дождь и холод помеха собраться вместе. Продемонстрировать туристские навыки, посоревноваться в конкурсах, попеть песни у костра, еще крепче подружиться и стать ближе друг к другу. Нет, отвечает 250 учеников школ, которые отважились предпочесть ночевки в палатке домашнему теплу. Ну не дома же сидеть. Активный образ жизни в целом ведом. И это одна из таких частей моей жизни, турслет, то, что я просто не могу уже пропустить. Я, наверное, в следующем году тоже приеду, несмотря на все экзамены. 17 команд разбили лагерь на территории военного лесничества в Монине. Военные лесничие ребят приняли с радостью и даже учредили специальные призы трем командам-победителям, которые покажут лучшие знания экологии. Учредили на территории нашего лесничества экологическую тропу. Дети получат определенные мастер-классы по знакомству с природой, с лесом, все, что с ним связано, животные, которые населяют сегодня непосредственно этот участок леса. В течение четырех дней ребята будут не только изучать экологию, а также погрузятся в традиционный мир туристического слета. Будет комбинированный туристский маршрут, где ребята покажут свои навыки, умения, ориентирование. Даже в такую погоду будет разжигание костра и кипячение воды, наведение тента, изготовление носилок, транспортировка пострадавшего, оказание первой медицинской помощи. Будет конкурс «Жалобная книга Подмосковья», где ребята будут представлять свои команды от имени животных и растений, внесенных в Красную книгу Подмосковья. Конечно, большой популярностью в сезон летних каникул пользуются два муниципальных лагеря «Лесная сказка» и «Юнормеец», путевки в которые были раскуплены вмиг. В июне в лагеря заехали первые отдыхающие. В этот раз «Лесная сказка» приняла пять отрядов, более 150 детей. Тема смены – гражданско-патриотическая, поэтому ребят ждут торжественные линейки, конкурсы патриотической и военной песни. Кроме того, первая смена будет изобиловаться танцами, творческими номерами, конкурсами и ярмарками. И развлекательные мероприятия, и танцевальные, и песенные конкурсы. То есть смена довольно-таки у нас будет активная. Никакая погода не мешает, все очень круто. Будет много танцев, будет много веселья, будет много всего классного. На торжественном открытии состоялось представление отрядов. Ребята познакомились друг с другом и с вожатами. Хорошего отдыха детям по традиции пожелали почетные гости. Многочисленных гостей принимает и лагерь «Юнормеец». Сюда приехали 10 отрядов – от младших школьников до старшеклассников. Первая смена – экологическая, с говорящим названием «Наш дом – планета Земля». Летят свинья дождинки с небосклона, клубицы на заре туманатые. Все это называется природа. Давайте же сердца ей отдать. Эти подготовлены познавательные, исследовательские программы, спортивные, патриотическое воспитание. Все это будут проводить специалисты нашего центра и временные сотрудники. Открылась смена торжественной линейкой с традиционным поднятием флагов. В холодную погоду ребят согревали активные игры и добрые пожелания. Открытие первой смены продолжилось грандиозным вечерним шоу. На сцене выступают вожатые и руководители творческих студий. Ребята только знакомятся с теми, кто на ближайшие 20 дней действительно станет их семьей. Впереди только самые яркие впечатления. Какие уроки преподносит нам история? К сожалению, войны и вооруженные конфликты не всегда учат нас мудрости. Молодое поколение должно знать историю, быть физически крепким. Но главное – хранить мир, уметь извлекать уроки из событий прошлого. Этой целью задались представители церкви, военно-исторические клубы и, конечно, молодежь. Школьники из Щелковского района и города Фрязино. Около 400 детей и родителей разбили лагерь на территории Патриаршего подворья храма святителя Николая в селе Сдехово. Здесь в течение двух дней проходил военно-патриотический и спортивный слет. Ребятам предложили осмыслить исторические события, объединяет которые одно – братоубийственная война. Мы пытаемся рассказать детям с помощью участников военно-исторических клубов реконструкции рассказать о смутном времени 17 века и о революции 17 века. 17 век и 17 год. Ну и показать, что корни любых революций, любой смут – они одни и те же. Пытаемся дать некую прививку против этого гражданского противостояния детям на будущее. Раскрывая тяжелые вот эти страницы нашей истории, мы показываем одно. Словами митрополита Филарета Дроздова, митрополита 19 века, который говорил, тот гражданин небесного отечества может быть, то есть достичь рая, царства небесного, вечной жизни. Тот человек, который является достойным гражданином земного отечества. Палатки, ужин на костре, вся романтика походной жизни здесь совместилась с обучающими элементами. В программе слета – военно-исторические реконструкции двух революций 17 века и 1917 года, спортивные соревнования и уроки в храме святителя Николая. Реальность в чем? Чтобы по историческим данным понять, где же были ошибки наших предков, в чем эти ошибки, как они вылились, чтобы не допустить будущее. Это и есть патриотическое воспитание молодежи. У ребят была возможность побывать в лагере московских стрельцов, пообщаться с воинами войска Василия Ишуйского и польскими шляхтичами, изучить разные виды оружия, правила оказания медицинской помощи, попробовать стрельбу из лука и пулемета, автомата. Страйкбольная команда 13-я сборная бригада организовала для ребят тир. Но организаторы не забывают напоминать о главном, никогда не поднимая оружие на своего. Русь всегда защищалась от врагов, но быть крепкими и сильными нужно прежде всего для сохранения мира. Реконструкторы нам показали сегодня, как брат пошел на брата. И ради чего? Из-за того, что всего лишь переменились мнения, сейчас такое происходит на Украине. И что мы видим там? Я не хочу, чтобы так было. Действительно, клубы военно-исторической реконструкции провели настоящий экскурс в историю. Не только познакомили зрителей с оружием и техникой ведения боя, костюмами, но рассказали о ходе исторических событий, причинах конфликтов. Участники мероприятия и дети и взрослые сошлись во мнении, такое нужно увидеть и осмыслить. Дети своими глазами могут посмотреть реконструкцию событий, живые люди, с живым оружием, с живыми эмоциями. И это, наверное, очень нужно. Все должны жить мирно, дружить с друг другом, чтобы народы объединились в одну общую страну и дружили все, помогали друг другу. Последний звонок – как трогательное прощание со школьной порой, как звоночек во взрослую жизнь. Знания, полученные школьниками из Щелковского района, помогут им поступить в ВУЗ, обучаться выбранной профессии. Но сегодня праздник. Выпускники вспоминают лучшее время, проведенное в стенах школы. Улыбки и слезы на глазах – это радостный праздник, это грустный праздник. Такое бывает только раз в жизни. В этом году для 853-11-классников Щелковского района. Эмоции не подделаешь, прощание со школой для них – событие. Очень волнительный день сегодня, потому что со своими одноклассниками 11 лет плечом к плечу учились, познакомились. Будет очень жалко расставаться с ними. С одной стороны, это выход во взрослую жизнь, а с другой – очень грустно от того, что 11 лет, проведенные в этом теплым и уютном доме, прошли так быстро и незаметно. У нас много выступлений, очень волнуемся, и грустно со школой расставаться. У меня просто эмоциональный какой-то всплеск, я настолько рад, переживаю, всего трясет, мы просто эмоции не забываем, наверное, это впервые. Больше не вернемся, больше не сядем за партией, как бы банально это ни было, но буду скучать. Только когда я надел эту ленту, я понял, что все, это последний день и больше не будет этих уроков. Ну, грустно. Лицей, гимназия, первая и двенадцатая школы, 25 мая во всех 34 общеобразовательных учреждениях звенят последние звонки, звучат слова напутствия и самые настоящие признания в любви. От педагогов и родителей, от благодарных учеников. Свои слова говорят и почетные гости мероприятий, ведь все мы когда-то, так же, как сейчас эти ребята, внимали звук у последнего школьного звонка. Вы действительно расстаетесь со школой, со школой, в которой вы нашли друзей, в которой получили знания, жизненный опыт, научились дружить, любить, уважать учителей. Я хочу пожелать им, чтобы они реализовались, обязательно реализовались в этой жизни, реализовались профессионально, чтобы они создали хорошие, крепкие семьи, чтобы они уважали и любили своих родителей и близких. И самое главное, не забывали свою школу и своих учителей, которые вложили столько сердца, труда в их воспитание и развитие. Они давали вам только добрые наставления, только хотели для вас всех добра, вы поймете, как вам их в следующей жизни, в следующем этапе вашей жизни не хватает. Мы вас, конечно, очень любим и делаем все возможное, чтобы наш город Щелково, Щелковский муниципальный район, развивался, процветал, чтобы вы еще больше гордились тем местом, где вы родились, где вы живете, и я уверен, будете жить. В этот день на праздничные сцены поднимаются не только почетные гости. Главные герои – выпускники, директора, первые учителя и любимые классные руководители – родители. Звучат не только пожелания. Герои дня демонстрируют полноценные творческие номера, ведь в школах их научили не только специальным знанием по предметам. Учитель, ты слава России, твой помни, твой помни всегда. Надразбов, ст peux thomas, Надразбов, стопковал, Мы почувствовали, каждая из школ действительно гордится своими выпускниками. Можно смело надеяться, что Щелковский район покажет традиционно высокий результат ЕГЭ. Многие из учеников претендуют и на особые успехи в учении – получении медалей. В этом году 22 выпускника 11 класса. Но могу похвастаться, что из них четверо идут на медаль. Выпускаем 46 выпускников, из них 14 отличников, претенденты на получение медали за особые успехи в учении. Это не случайные медалисты. Они с первого класса, вот эти дети шли в отличниках, учились на пятерке. Наши дети самые лучшие, и у них все должно получиться, потому что у них очень достойные родители, очень достойные учителя. Мне всегда нравилось учиться, получать новые знания, что-то новое для себя открывать. Школа у нас научила быть очень добрыми, отзывчивыми людьми. Мы много узнали здесь, научились очень многому, и мы очень благодарны нашей школе. Нам преподали очень много уроков, и не только как предметы, гуманитарные, технические, а и жизни. То есть во многом нас научили, как вести себя в обществе, как отвечать учителю, в том числе и как вести себя на публике. Учителя – это как наши вторые родители, они нас выпустили во взрослую жизнь, чтобы мы себя прилично вели. Мы научились жить. Школа, действительно, школа жизни, не только предметы, знания. Мы, конечно, очень много хороших людей встретили, друзей, очень много счастливых воспоминаний о школе. Такое самое яркое событие, мне кажется, в жизни любого ребенка, подростка. Вчерашние школьники – будущие врачи, строители, программисты и дизайнеры. Впереди у выпускников нелегкая пора экзаменов, поступление в выбранные вузы, освоение профессии. Да много чего ждет их в этом непростом и увлекательном путешествии под названием «Жизнь». Но сколько бы лет ни прошло, пусть ребята помнят те эмоции и открытость, то желание покорить мир в момент прощания с детством, в момент звучания последнего звонка. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Для нее увлечение немецким переросло в профессиональную педагогическую деятельность. Сегодня герой нашей рубрики «Личность образования» – учитель иностранных языков школы номер 12 Елена Филина. Здесь она учит ребят уже 18 лет. Алло, как ты? Света, алло, Света. На ее уроках нет места скуки и однообразию. Елена Филина – педагог с 28-летним стажем. Любит пробовать все новое и постоянно совершенствует работу. Помочь ребятам овладеть знаниями – вот в чем видит свой профессиональный долг. А когда же захотела стать учителем? Наверное, с детства, да. Я вспоминаю свои детские годы. Я была очарована первой своей учительницей, учительницей начальной школы. Тогда и зародилось желание тоже быть похожей на нее, быть учителем. Так что после учебы был педагогический институт. Потом сразу работа в школе, на тот момент – Щелковской школе номер 2. Ее профиль французский и немецкий. Но все же Германия как-то ближе. Может, потому, что в детстве провела 8 лет в этой стране. Так или иначе, сейчас Елена Николаевна уверена – она на своем месте. Эту уверенность разделяют коллеги, дети, родители. Человек работает творчески, много совершенствуется, проходит курсы за рубежом. И дети очень любят бывать на уроках и на всех мероприятиях, которые она проводит на немецком языке. Дети к ней бегут, как ко второй маме. Они всегда ощущают ее поддержку в любых ситуациях, что бы ни случилось. Она всегда к ним приходит на помощь. Она полностью отдается нам, чтобы обучить нас всему немецкому, всем немецким правилам. Она добрая, общительная, всегда придет на помощь, правильно все объясняет. Елена Николаевна очень хорошая педагога, она нас очень интересно учит. Елена Николаевна использует те же самые куклы, игрушки. У нее очень интересные учебники. Она объясняет это все в игровой форме, все понятно. Она была наша вторая мама, она нас научила, как и думать, и действовать по жизни как-то. И немецкий язык мне, безусловно, помог. Я решил связать жизнь с немецким языком очень плотно. Я пошел в Московский государственный строительный университет. То есть я пошел на отдел, где я буду строить в Германии. В чем секрет успешной деятельности педагога? Елена Николаевна признается в постоянной учебе. Например, еще в 2004 году она стала стипендиатом Института имени Гёте и прошла стажировку в Дюссельдорфе. Оттуда приехала с множеством инновационных идей. Так ученики Елены Филиной освоили проектную работу еще 10 лет назад. Сейчас опытный учитель активно внедряет театральную деятельность в образовательный процесс. Вместе с учениками она готовит постановку на немецком, что позволит глубже изучить язык и лучше понять разговорную речь. Но педагог понимает, методики одно – главное – доверительные отношения между учениками и учителем. Общение наше как педагога с учениками доверительное такое, потому что я вот считаю, что это самая главная профессия. Какой житель Щелково не слышал сегодня о городе по братьяме Хемер? Все знают о регулярных международных школьных обменах. А ведь именно учителя немецкого, в том числе и Елена Николаевна, стояли у истоков этой международной образовательной практики. Сегодня, благодаря Елене Филиной, десятки учеников из 12-й школы побывали в Германии, не только в Хемере, но и в городе Ульцин. В 2007-го года в школе работает клуб интернациональной дружбы. Вместе ездили в Германию неоднократно с 2007-го года по 2015-й год. Меня она взяла к себе, так как я была социальным педагогом, и мы брали с собой цельных детей, которые были в семьях с трудной жизненной ситуацией. Во главе всегда была Елена Николаевна. И, конечно, она начинала эту деятельность и продолжала ее. Осенью приезжает делегация немецких детей к нам в Россию, в Щелково. Живут они в семьях наших учеников. Ходят на уроки. У нас достаточно очень плотная программа. С ответным визитом ребята отправляются, как правило, в мае месяце. Дети тоже живут в немецких семьях. Говорят они на языке, на немецком языке, что снимает, значительно снимает языковые барьеры. Я попал в семью, где разговаривали только на немецком и на английском языке. То есть мне довелось практиковать оба языка. Елене Николаевне огромнейшее спасибо за предоставленную возможность попасть в такую поездку. Это невероятный опыт. Активная на работе, активная и за ее пределами. Елена Филина увлекается спортивным туризмом, любит путешествия. Но из каждой поездки сердце зовет обратно к детям. Ведь школа для нее – второй дом. Та профессия, в которой я живу. Потому что если я не буду отдавать все, что я знаю, все свои знания, все свои умения, помогать детям в преодолении каких-то сложных моментов жизненных, например, это не только урок, это то, что за рамками урока, то, наверное, я бы тогда не смогла ответить, для чего и зачем я вообще живу. С вами была Наталья Медведева. Вы смотрели программу «Открытый урок». Вместе с нами следите за важными событиями в районном образовании. До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!